Друзья, мы снова в эфире. Олег Чумаков, Иван Капранов, прошу прощения, в нашей студии на кастинг-каучах с игрой. Я не понял, это ошибка в таблице, сбой в Excel или название игры, как это произносится? Это произносится Wild True Learn. Любой программист сразу поймет, что это не опечатка, это такой стартовый тест, отвалит человек или нет на старте. Перевести можно вольно, всю жизнь учись, пока существует. Понятно, то есть сейчас у нас просто аудитория такая раз и просто отвалилась, мы не прошли первый же тест. Итак, это не совсем игра, насколько я понимаю, то есть в обычном, привычном понимании этого слова. Хочется верить, что игра все-таки, мы занимаемся полезными играми, образовательными, но мы их делаем так, чтобы они в стиме выжили при конкуренции с другими играми. То есть если поставить рядом стиме нашу игру Call of Duty, мы не должны проиграть драматически. В этом наш замысел. И поэтому она продается в стиме, как обычная игра, и чаще всего пользователи в конце пишут, что я играл, это была хорошая пазл-игра, симулятор, но я обнаружил в конце, что я научился новым вещам, я разобрался в новой технологии. Так, и чему можно научиться? Wild Rolearn учит очень базовым концептом машинного обучения. Ну, тема машинного обучения, она очень перегретая, то есть любая статья, она обычно либо из математических формул состоит, либо из того, что завтра придет Скайнет, всех убьет. Искусственный интеллект, все дела. А что там на самом деле под капотом? Не, ну смотри, это видимо ты просто вот в эту тему погружен и читаешь статьи бесконечные про машинное обучение. Вот я, например, не могу сказать, что я каждый день натыкаюсь про такую статью, и я уверен, что большая часть нашей аудитории тоже, поэтому можно про это как-то популярно немножко рассказать. Да, я думаю, что, безусловно, есть некоторый сдвиг из-за того, что в технологическом медиа часто упоминается тема искусственного интеллекта машинного обучения, поэтому нам может казаться, что этот рынок сильно шире. Но даже в этом секторе основная проблема именно в том, что нигде нет понятного объяснения человеческим языком, что же это такое-то, как это работает под капотом. Это какая-то вот большой дымящийся черный компьютер в главном офисе гугла, видимо стоит сербер, его охраняет там, я не знаю. И в связи с этим огромное недопонимание, что это может быть, стоит этого бояться, как к этому относиться и так далее. И мы решили... Ну вот машинное обучение, это когда нам показывают, как вот создатели роботов их бьют палками. Машинное обучение, на тебе робот, чертов, учись. Робот такой, не хочу, хочу с друзьями, курить дайте. Учись. Сразу. То есть вот это машинное обучение. Где дневник? Да, это очень близко. В этом роботе внутри тоже есть машинное обучение. Окей. То есть, по сути, игра тогда, получается, о чем ты учишь? Игра про персонажа, ты проживаешь его жизнь, который однажды решил запрограммировать такую систему, которая поможет ему переводить язык его кота. Он живет с котом, кот постоянно что-то вытворяет. Чинит его программы, издевается над ним с технологиями, но персонаж не может понять, что кот говорит, потому что он все время мяукает. И вот наступили такие замечательные времена, когда технологии доросли до того, что можно создать переводчик с кошачьего на человеческий. И он пускается в эту авантюру создания этого переводчика. И на пути к этому он проходит через разные стадии развития технологий машинного обучения, начиная с 60-х, которые были технологии, заканчивая теми, которые в наши дни широко применяются. И проходя его историю, он, естественно, должен что-то есть, то есть зарабатывать как-то себе на жизнь. И вот он половину времени тратит на то, чтобы решить эту задачу с переводчиком с кошачьего, и половину времени тратит на то, чтобы делать всякие фриланс-задания, чтобы выживать. Это такой симулятор вот такого некоторого программиста, который живет с котом. Вот. И в итоге у него все получается, он начинает общаться с котом со своими, и этим все заканчивается. Смотря как с ума, смотря как сыграть. Это спойлер, да, я понимаю, что в итоге... Он сможет поговорить с котом? Ну, понятно. Хорошо, то есть вот геймплей, мы видим, вот он выглядит вот так вот, да, я правильно понимаю? Геймплей — это визуальное программирование. Сейчас Ванька откроет какую-нибудь схему, начнет ее строить. Значит, мы должны построить такую программу. Те, кто вот разрабатывает, например, игры в Unreal Engine, они, многие найдут это похожим для себя. Вот с помощью таких визуальных блоков и соединений мы строим довольно комплексные системы, которые решают конкретную задачу о переводе данных из одного формата в другой. То есть, условно говоря, на входе у нас в итоге будет там кошачья речь, а на выходе звук, изображение кота с камеры плюс что-то еще, а на выходе должны получиться буковки, в общем, тексты на человеческом языке. Ага. Если я нифига не понимаю в этом, игра мне как-то подскажет, что это... Ну, то есть, если это логические задачи, то я так понимаю, что человек далекий от программирования, он все равно постепенно будет въезжать в эту тему. Да, да, очень мягкое кривое обучение, мы старались таковое ее сделать, и там по отзывам, которые мы сейчас получаем, мы видим, что у нас для большей части бюлтерии это получилось. Она очень мягко, очень постепенно будет вводить во все программерские концепты. То есть, игра не для программистов, а для тех, кто вот около области. И один из самых приятных отзывов, которые мы получаем от игроков, это про то, что я разобрался в области, про которую я думал, что она сильно умнее меня. То есть, я не ожидал, что я в ней разберусь. Вот, примерно такая судьба у игры. То есть, ну, все продается уже, все хорошо. Да, игра выпущена в системе в январе этого года. До этого она год была в World Access, крутилась на фидбеке игроков. Там много... Это правда смешно прозвучало, крутилась на фидбеке игроков. Вертели игроки на фидбеке. Да, да, да. По-разному вертят игроки на фидбеке в разные игры. Сейчас она продается в стиме, используется в школах, в университетах в разных странах. Даже так? Да. Таков был изначальный план, выйти за пределы стима, но построив продукт, который конкуренцию стима может выдержать. И она нас много раз удивляла тем, что находились те сумасшедшие люди, которые в это хотели играть. Изначально мы думали, что игра будет в десятки, в сотни раз меньше, чем она сейчас, по размеру аудитории. Но игроки нас удивили. Ну, то есть, можно это назвать симулятором программиста? Да, 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 фактически. То есть, человек на работе кодит весь день, потом приходит и играет в симулятор-программистов. Такое мне рассказывали про дальнобойщиков, например. Вы же играли в дальнобойщиков? Да, да. То есть, у вас 4 на 4 тоже. Да, да, да. То есть, это какое-то письмо мне показывали от какой-то женщины, которая была, ну, жена дальнобойщика, и она жаловалась, что, ну, он в рейсе. Он все время за рулем. Нет, в рейсе, ну, сколько там, ну, получается, на несколько месяцев, да, там, если особенно какой-нибудь прям по Европе. И вот он возвращается, и что он делает? Включает компьютер и садится, играет дальнобойщиков. Да что ж такое-то? Запретить. Запретить. Слушай, ну, ты говоришь про конкуренцию Steam, которую вы выдержали. Вы, получается, конкурировали за внимание игроков как таковое просто со всеми остальными играми. А что касается игр вот в этом вот жанре, были какие-то примеры, на которые вы ориентировались, ошибки, которые хотели избежать, чужой опыт? Вот что вообще есть в этом вот конкретно жанре? Я потому что далек от всего этого. И какие еще симуляторы программиста ты мог бы порекомендовать? Эта область, она довольно небольшая на Steam, это ниша программистских игр, но там есть действительно хорошие игры, которые могут понравиться даже не программистам. В качестве такого бриллианта геймдизайна я бы назвал Human Resource Machine. Игра про огромный офис, в котором ты, по сути, не просто пишешь программу, а программируешь сотрудников офисный планктон этого офиса. Довольно веселая. Есть такой разработчик, называется Zachtronics. У него есть 4 или 5 игр. Shenzhen.io, господи, я же все не упомню, Opus Magnum и так далее. В этом году они получили награду на IGF. Все эти игры, они очень сложные, но они прям про глубокое низкоуровневое программирование считаются эталонными играми в этом жанре. Human Resource Machine, она все-таки более человечная, а мы постарались еще более человечным образом объяснить чуть более сложную тематику. Слушай, а еще помните, была игра Double Fine издавал, Hack and Slash, что ли? Да, была. И она тоже что-то такое, я вот совершенно не понял, в чем там, когда она вышла. Но сейчас я понимаю, что это вот куда-то туда было. Потому что там вроде как руглай к сюжетам, но при этом ты вводишь какие-то вещи в командную строку. Ты меняешь параметры. Как играть? Да, ты меняешь параметры монстров, чтобы побеждать их. Я думаю, там замысел был в том, что вот игрок, который не привык к тому, что он прямо до баланса может сам спуститься в игре, что его окрылит вот эта возможность, смотрите, я повелеваю тут всем, могу параметры этого поменять персонажа того, но такое, в общем. Не знаю, хотел бы я сам этим заниматься или нет, в игре менять баланс, настраивать, искать какие-то лазейки, такое. Но идея была смелая, да. Окей, а что дальше? Может быть симулятор хакера? Вот это все. Русского. Русского, да. Симулятор русского хакера. Да. У нас были выборы и два ноутбука, да. Про хакермена, я думаю, там вот. Игра сейчас растет, не хотелось бы думать пока преждевременно о том, чем это все закончится. У нас есть очень много точек роста еще. Это iOS-версия, которая еще не выпущена. Это специальная образовательная версия, в которой мы, так скажем, вытащим подпорки, где мы боялись напугать игрока слишком сложным материалом, потому что если вы играете дома после работы, вам надоест вы выключить игру, включите другую. Но в университете у вас совершенно другая задача, если вы учитель. А, хрен выключишь. Хардкор режим. Да, да, да. Ну-ка все включили. И между рядами хожу, смотрю. Да. Чтобы все играли. Да, да, да. Мы очень позитивно смотрим на educational версию специальную для заведений. И я думаю, что это нас займет на ближайший год как минимум. Дальше посмотрим. Окей. То есть получается, что вот все-таки в образовательную сферу прямо вот вы туда метите, и вот на ближайшие условно годы что-то развлекательного вы делать не планируете. Да сколько можно развлекать? Не, ну так просто интересно. Сколько можно? Тут вопрос довольно сложный, потому что если продукт будет… То есть продуктов на рынке очень много, которые помогают кому-то научиться программировать. У всех проблемы, очевидно, всегда с удержанием внимания, с тем, чтобы заинтересовать человека, продолжать этим играть. Эту задачу хорошо решают видеоигры, как мы все прекрасно знаем. И вот на этом пересечении где-то мы видим свое будущее. А с точки зрения, какой рынок мы хотели бы завоевать, это в целом не так важно, потому что мы все-таки поддаемся спросу больше, чем диктуем на этом рынке. И сейчас мы видим, что эта игра действительно может приносить пользу и приносит в некоторых небольших областях. И вот в эти области наша дорога сейчас и лежит. То, что мы хотели бы там, не знаю, чтобы все университеты этой игрой пользовались, такого, конечно, нет. Мы все-таки пляшем от спроса. А спрос он устроен вот сейчас так. Ну, прекрасно. Виктор, что пишут в чате? Ну, постоянно спрашивают, как называется игра. А мы не можем назвать. Мы, да. Игра называется Wild True Learn. Wild True Learn. Спрашивают, есть ли сайт у игры, то есть не просто страница в Стиме, а чтобы более подробно изучить ее. Я думаю, что подробнее, чем на странице Стима, включая все его форумы бесконечные и так далее, в топик не погрузиться. Наверное, Дискорд лучшее направление для тех, кто хочет глубже. На сайте игры тоже все есть. Все ссылки там же. Так что, да, о-о-о-о. Это уровень, где ты строишь самоездящую машину, как вот там Тесла сейчас строит и все, все, все королевство. Ну, то есть потенциально это такое упражнение, которое может, у меня в школе была информатика, и мы там изучали Turbo Basic. Screen 7, там, Go 2, я больше ничего не помню. А это вот могло бы прийти на замену этому ужасу. Это практически то же самое спустя 20 лет только. Да, и визуальненько, визуальненько, да. Номинированы вы на что-нибудь в этот раз? Мы номинированы на Game Design Award. Ну, я, кстати, не вижу каких-то серьезных препятствий таких, типа, зря. Ну, может быть, в виде каких-то других конкурентов. Ну что ж, тогда желаем удачи, может быть, тогда увидимся завтра, когда будем встречать финалистов. Так что, все, в ваших руках. Спасибо, что пригласили. Спасибо вам. Спасибо.